Меня зовут Александр Шульга, мой новый гость это Сергей Кайда, политехнолог. Сергей, приветствую вас. Александр, приветствую. Рад вас слышать. Да, взаимно. Хотелось с вами о контрнаступлении украинском поговорить. Знаете, ну, удается ли нашему медиапространству такой вопрос, да, общий, не навредить, да, вот как, не навреди, не навредить контрнаступлению, а точнее наступлению украинских вооруженных сил, освобождению земель, потому что есть разные мнения, да, кто-то говорит, надо помолчать, и в основном это говорят, да, и военные, и в целом официальные лица, но оно же, как в том меме, вот напряженный, хочется что-то сказать. Насколько действительно украинская медиа-среда научилась молчать, когда надо, по-вашему? Вы знаете, природа любой медиа-среды, в любой стране, если она свободная, а в Украине все, она еще свободная, по крайней мере, в отношении социальных сетей, а не в отношении телевидения, которое у нас сегодня под максимальным контролем, такая, что здесь замолчать что-то и кому-то что-то забредить невозможно. И, скорее всего, надо обращаться к простым участникам, таким, как мы с вами, о том, что действительно, если ты не являешься военным экспертом, а я и не являюсь, то тогда, когда генштаб вас просит о молчании, и об этом были очень показательные ролики у Ганны Маляр, которая является речником нашего министра обороны, да и... Ну, она заместитель министра, заместитель министра обороны. А, заместитель министра, да, ну, которая выполняет вот такую роль, она спикер. Лучше действительно помолчать, верить и надеяться в том, что наши военные все сделают правильно. И, самое главное, не разжигать лишних иллюзий и ожиданий, что наступление, как в фильме, произойдет в один-два дня, мы через два дня увидим победу. Эта война очень тяжелая, противник очень сильный. Питать иллюзией, что мы воюем против какой-то сборища как бы неумеха, людей, которые уже готовы бежать только за виде украинских солдат, нет. Они воюют уже больше года, они научились воевать, они готовились к этому наступлению. И нашим войскам будет тяжело и трудно, но я верю, что все-таки мотивация больше у нас, больше боевого опыта, и постепенно наше вооружение становится в паритете с оккупантами, а, может быть, в техническом плане лучше. Поэтому я поддерживаю простую вещь, давайте подождем первых официальных результатов. Пока мы видим, что военная операция развивается по теме многих, скажем, даже не ударов, а многоточечных давлений на русскую оборону, которая растянулась на большое расстояние. Очевидно, там, где эта оборона окажется наиболее слабой, там наш генштаб ведет основные резервы. Что дает надежду, что пока мы видим, что воюют те военные, которые так на фронте были, а так называемый оперативный или стратегический резерв пока никуда не вводится, это понятно, у генштаба пока недостаточно данных и результатов для того, чтобы принять такое решение, чтобы наметить там точку прорыва. Плюс она может быть в любом неожиданном месте. И то, что применяется схема брусиловского прорыва, по-умничаю, как псевдовоенный эксперт, что такое брусиловский прорыв, это прорыв подвижными частями на многих участках фронта, для того, чтобы противник не смог концентрировать свои войска в одном месте, создавая непреодолимую оборону для наступающих войск. И я думаю, что здесь подобная схема, это классическая схема, которая существует в принципе военной науке, ну и плюс эта схема, так называемая разведским боем, что пока дает надежду, что анализируя данные по так называемым потерям и техники, и бойцов, у украинских войск должны быть потери по классике в три раза больше, чем у россиян. Об этом нам врут их пропагандисты, включая самого Путина, который сообщает о трехкратном превышении наших потерь. Наши военные говорят, друзья, мы несем безусловно потери, война не бывает здесь потерь, но россияне теряют в разы больше, и это означает, что все-таки эффективность наших наступающих войск значительно выше российских, что дает надежду на позитивный результат этого тяжелого, но тем не менее очень важного для Украины боя. Ну, кстати, к слову, Анна Маля развучила соотношение потерь украинской армии и армии России на двух направлениях контрнаступления. По хортице оперативно-стратегическому угруппованию хортица и таврия по хортице это восемь наших потерь меньше, соответственно, врага больше в восемь и семь раз больше, и почти в девять раз в Тапотаврии в пять и три раза больше потерь врага. Ну, вот это данные Анны Маляр, заместителя министра обороны. Что еще хотел с вами обсудить? Это освещение, да, вот все-таки уже немножко оно осело, немножко вот можно делать какие-то выводы, освещение взрыва россиянами дамбы Каховского водохранилища. Вот буквально сегодня мне попалась статья в Захил, да, влиятельнейшее издание, и что там в одном из первых образцов? Украинцы указывают пальцем на россиян, россияне указывают пальцем на украинцев, объявляя виновников подрыва дамбы. То есть вот это не все так однозначно, оно никуда не делалось. Почему, по-вашему? Ну, вроде бы все понятно, да, Украина защищается, Украина не заинтересована в выжженных землях, в болотистых землях, Россия в этом заинтересована. Откуда вот это уже десятый год войны, девятый? Вы знаете, это та же ошибка, которую западные СМИ, западные политики, западное общество делало в отношении Грузии в войны восьмого года, если помните. Там была назначена целая комиссия, потому что россиянам удалось создать огромный информационный вал, направленный на Европу, где они говорили, что войска в Грузию, эта агрессия была введена, потому что грузины начали геноцид осетинов. И они пошли защищать как бы осетинский народ. И виноват в развязывании войны, агрессию совершил Саакашвили вместе с тогдашним библийским режимом, что являлось абсолютной ложью. Россияне давно планировали эту акцию. Ввод войск начался 7 августа, насколько я помню. И грузинский президент до последнего пытался сохранить, скажем так, положение прекращения огня, и вынужден был отдать грузинским войскам приказ, только после того, как было очевидно, что российские танки подходят уже к Скинвалу, пройдя ровские туннели и так далее. Но даже после этого, когда все факты были известны, разные европейские комиссии ровно говорили то, что сейчас они говорят по дамбе, что грузины говорят, что россияне начали эту агрессию, россияне говорят, что начал Саакашвили, а как на самом деле мы не имеем достаточных данных, и это позволяет нам упустить руки. Это технология выращивания монстров. И, в общем-то, если бы тогда Запад не простил нападение на Грузию, если бы тогда однозначно были поддержаны Саакашвили со своей командой, возможно бы не так все развивалось и с Крымом, и с Украиной. Когда подобный диктатор чувствует безнаказанность и слабость Путина, господи, слабость Запада Путин, он, естественно, сам себя подозадоривает, он, безусловно, понимает, что может творить все, что угодно, вплоть до ядерного удара. И, к сожалению, в этот раз подобное повторяется. Меня не столько волнует сама версия, каким образом была разрушена дамба, она может быть разрушена как угодно. И взрывы могли быть, потому что... И, в общем-то, саморазрушение дамбы могло произойти в связи с ее прежними разрушениями, а взрывы потом были произведены из-за коротких замыканий, потому что дамбу россияне заминировали. Но вина 100% на России, потому что именно они контролировали дамбу, именно они развязали войну, именно они ее заминировали. И именно им было выгодно ее подрывать, потому что это на неделе, две или три делало невозможными наши операции со стороны по форсированию Днепра и, скажем так, нанесения различных ударов и действий со стороны правобережной Херсонщины. И то, что Запад занимает такую позицию, он снова, скажем так, подкармливает этого монстра, сидящего в Кремле, потому что видя, что беззубый Запад на такую колоссальную катастрофу, которую можно приравнять, к тактическому ядерному удару реагирует слабо, это ему дает возможность совершить следующее подобное злодеяние, например, что-нибудь связанное с Запорожской атомной станцией или с тем же тактическим ударом. Запад делает колоссальную ошибку. И в этот раз снова Россия поступила как Грузия. Она создала огромный информационный поток после разрушения дамбы, в котором обвинила Украину в ракетном ударе. Мне кажется, наши дипломаты и наша власть немножко в этом потоке растерялись. Нужно было использовать все средства для того, чтобы четко показать и доказать западным партнерам, что это российское злодеяние. Хочется с вами по поводу ваших ожиданий от саммита НАТО. И все-таки тут уже осталось меньше месяца, 28 дней до этого векопомного события. И на этом фоне у нас очень много сейчас, не у нас, а в целом в СМИ, в западных СМИ в первую очередь, сценарий. Дескать, израильский сценарий сотрудничества. Вот Генсек НАТО предлагает возможное создание Совета Украина-НАТО. То есть, дескать, раньше это была комиссия, комиссия она такая, консультативная, а сейчас будет Совет Украина-НАТО. Кстати, с Россией, по-моему, был Совет Россия-НАТО. Да, в свое время. Вот. Что вы ожидаете от саммита НАТО? И действительно там будет что-то такое вот принято, ну, что действительно было бы такое, знаете, вот можно пощупать. Это не какой-то там очередной консультативный орган, дурачи, да, как по-украински говорится, а вот что-то действительно влияющее. Смотрите, было бы наивно надеяться, что на этом саммите будет принято решение о вступлении от Украины-НАТО. Это означает, что тогда НАТО присоединяется к войне и включаются боевые действия на стороне Украины против России. Мы не против. Мы не против. Да, мы не против, но НАТО на это не пойдет, иллюзий не надо питать. Единственное, что сегодня требуется от этого саммита, это огромные, большие поставки максимального количества вооружений для нас, натовского. Для того, чтобы там было принято решение, что все страны НАТО нам помогают с подготовкой, с боеприпасами и с вооружением. И что нам надо, мы знаем. Это F-16, это побольше танков, это максимальное количество артиллерии со снарядами, и это прочее другое вооружение, которое нам сегодня так необходимо, учитывая, что мы начали наступление. Наступление — это всегда большой расход как вооружения, так и снарядов. Поэтому это максимально. Это должен быть новый Рамштайн, значительно более, скажем так, действенный и более конкретный. Более результативный по поставкам вооружения. Ну, ведь одно же другому не мешает. Помогайте, пожалуйста, но можно и какой-нибудь ПДЧ, план действий по членству НАТО. Страны НАТО, пока там есть Орбан с Венгрией, пока там есть член НАТО Турции, они не решатся на что-то конкретное, потому что пока мы не переломим хребет российской армии, пока мы не завершим боевые действия окончательно, разговор о вступлении в НАТО, он будет все время уходить в сторону, будут увиливать. И этот блок... Просто это невозможно. По уставу НАТО, для того, чтобы сегодня было принято решение о нашем вступлении. Обещать, да, выставлять условия, что после войны обязательно будет рассмотрен этот вопрос. Да. Но, еще раз говорю, лучше не желать и не требовать того, что невозможно. Лучше требовать и желать то, что сегодня может быть сделано и нашей дипломатии, и нашим военным, которые там будут присутствовать, максимально проработать вопросы гарантированных и больших поставок того, что обеспечит нам, скажем так, победное завершение этой войны, а это вооружение, прежде всего, и боекомплекта. Ну, и напоследок, еще хотелось с вами обсудить вчерашнее заявление Путина. Там много он заявлял. Вот мне очень, как говорится, запало это, вот цитирую, почему украинцы за наш счет должны жить и на наших исторических территориях. А если хотят жить на наших исторических территориях, тогда повлияйте на свое политическое руководство, чтобы выстраивались отношения нормальные с Россией. Да, может, вы что-то еще для себя отметили со вчера? Нет, вы знаете, я подтвердил то, к чему пришел за эти полтора года войны. К сожалению, до этого времени мне казалось, что все-таки лидер государства, даже преступный, даже авторитарный, тоталитарный, все-таки должен быть адекватным. Он должен иметь нормальную разведку, нормальные аналитические службы. Он должен был понимать, во что ему вылиться вот такая агрессивная преступная война. О том, что даже завоевав, как он хотел, Украину, он не сможет ее удерживать. И это будет огромный, Чечня огромных размеров. Помните, во что вылилась для России Чеченская война первая. И что удалось только во второй войне не столько ее победить, сколько подкупить. И платить потом годами ее восстанавливать за счет россиян большими вливаниями и покупкой такого довольно преступного и радикального режима, который ассоциируется с Рамзаном Кадыровым, который держит в заложниках тот же самый крим, практически снимает с них дань. Но после начала этой войны я стал понимать, что Путин реально живет в неадекватном мире. Своим собственным. Каждый раз своими заявлениями он это подтверждал. Он реально верит в тот картинку, которую нарисовал. И огромная страна с огромными ресурсами, которым Российская Федерация, которая могла бы жить очень богатой, насыщенной жизнью для своих граждан, реально является заложницей одного сумасшедшего, который узурпировал власть на более чем на 20 лет и продолжает быть заложницей, причем теряя людские жизни, теряя экономику, теряя будущее. Ну и, конечно, украинцам это очень дорого. Происходит, наша страна тоже разрушается, мы теряем людей. Поэтому он не в курсе, он не знает, как устроен мир. И более того, он даже не представляет, что происходит на фронте. Он искренне транслирует те данные, которые ему дают его генералы, а эти данные живые. Они построены по кальке, мы в обороне теряем меньше, чем наступающие войска в три раза. Это так по науке. Поэтому он называет не то, что нереальные цифры потерь украинцев, он даже называет нереальные цифры потерь русских, которые не подтверждаются международными экспертами. У него русские уже потеряли 56 танков, потому что украинцы потеряли 160 танков. Это вообще никак не связано с тем, что в реальности сегодня происходит на фронте. Да, мы теряем свои танки, россияне теряют танки, россияне теряют их больше, но Путин даже этих цифр про свои войска не знает. Ну а второй, вы говорите, тот, который узурпировал власть, Лукашенко, его заявление про ядерное оружие. Вот вы с чем связываете сейчас? Ну, понимаете, Лукашенко это другая история. Он знает реальность, он все понимает, он умнее, но он клоун. Он, глядя на Путина, понимает, что в этом мире врать, ну знаете, действовать по гебельству. В ложь трудно поверить, но в гигантскую ложь можно. Он вообще там назвал какую-то цифру, что Украина потеряла 40 тысяч убитыми, 40 убитыми и 100 ранеными. Ну он и пальцем тыкал, рассказывал, откуда Украина готовится нанести удары по Белоруссии. Вот, поэтому это клоунада, это большая клоунада, и, к сожалению, западный мир к этому не готов. Западный мир прекрасно понимает, что политики иногда могут утаить информацию, иногда ее скривить. Но к тотальной лжи первых лиц государств, диктаторов, они не готовы. А криминальные диктаторы понимают, что это слабость любой демократии, любой адекватной цивилизации, не быть готовым к такой ложе, и во все этот инструмент применяют. Врут так, что трудно нашим западным партнерам поверить, что первое лицо государства может так врать. Поэтому они просто в шоке и растерянности. Ну что ж, будем надеяться, что этот шок и растерянность, он все-таки в первую очередь передастся подчиненным, которые на местах воюют. Потому что одно дело сидеть в кабинете из слоновой кости, а другое дело вот быть в поле, и, собственно, эти приказы притворять жизнь. Сергей, спасибо вам большое, что нашли время для нашего эфира. Сергей Гайдай, политтехнолог, был с нами, друзья. Субтитры создавал DimaTorzok